Всем привет! Что будет с нашими пенсиями? Как Банк России подумывает компенсировать потери россиян из-за заморозки? И куда россияне инвестировали в августе? Давайте будем разбираться с этими главными темами. Продолжаем держать руку на пульсе. Ну давайте начнем с пенсии. Может конечно показаться, что это что-то очень далекое от многих из вас, из нас. Но на самом-то деле пенсия это в принципе один из основных стимулов инвестировать в России, как мне кажется. Потому что я уже давно живу с установкой, что пенсии не будет. Ну и собственно, сегодня мы услышали что-то пока очень абстрактное, но в принципе намекающее на то, что свое пенсионное будущее возможно придется взять в свои руки, по крайней мере частично. Дело в том, что появилась информация о том, что Минфин и ЦБ предлагают передать пенсионные накопления в собственность россиян. Ну формулировка звучит как-то очень для кого-то мотивирующе. Ну смотрите, это не означает, что людям переведут все причитающееся из фонда и скажут гуляй, Вася. Речь идет о том, что, насколько можно понять, будет некая альтернатива. Деньги можно оставить в пенсионном фонде, перевести в негосударственный пенсионный фонд, либо возможно инвестировать по своему выбору. Деталей пока абсолютно никаких нет. Я вот сегодня утром отправляла запрос в пресс-службу ЦБ, но там сообщили, что не комментируют пока эту тему. Вот, например, Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам, прокомментировал это так, что инвестировать можно будет по неким четко регламентированным критериям. И он уточнил, что прав на вывод средств как с банковского счета у россиян не будет. При этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что речь идет не обо всех пенсионных деньгах, а только лишь об их части. И тут вспомним немножко предыстории. В России пытались создать смешанную пенсионную систему с 2002 по 2014 год. Пытались. Взносы, которые каждый работодатель перечислял за работников в пенсионный фонд, делились на две части, как помнят старички. Одну отправляли в бюджет пенсионного фонда, а 6% начислялись, соответственно, на индивидуальный пенсионный счет человека. Этот счет, кстати говоря, можно было пополнять и самим. Была даже поддержка государства. Если личные взносы были больше 2000 рублей в год, то сумма удваивалась. Это называлось софинансирование пенсии, но там не больше 12 тысяч рублей в год. Но с 2014 года что-то пошло не так в этом вопросе. И накопительную часть пенсии заморозили. И заморозка эта сейчас продлена до 2024 года. И, соответственно, все новые взносы работодателей идут в этот общий котел пенсионного фонда. Вы скажете, Кира, почему ты об этом всем вспоминаешь, если это дела давно минувших дней? Дело в том, что как раз-таки для инвестиций, если что-то и будет передано по последним заявлениям, то передадут не все деньги, которые были перечислены в пенсионный фонд, а вот только лишь как раз те самые 6%, которые перечислялись до 2014 года. И вот этой частью, возможно, мы сможем более свободно распоряжаться. Как именно? Вот пока совершенно непонятно. Ждем конкретики. И, наверное, эта конкретика уже и позволит оценить, есть ли там какие-то позитивные ноты в этих возможных планах. Потому что, ну, так если рассуждать теоретически, конечно, то с текущим уровнем инвестиционной грамотности, как мне кажется, если люди начнут самостоятельно деньги инвестировать, то кончится это, может, не очень хорошо. Либо же ЦБ, если действительно дастся такие возможности, установит очень жесткие ограничения. Ну, то есть, условно, покупаем только ОФЗ и там какие-то несколько голубых фишек. Не знаю. Посмотрим. Очень интересно. Ну, кстати, еще вместе с вот этой вот приватизацией пенсии, как это сегодня называется, Минфин предложил другие идеи, как можно развивать пенсионный и страховой рынок. Говорилось про налоговое стимулирование. Делались такие явные намеки в сторону того, что долгосрочные инвестиции нужно развивать, стимулировать негосударственные пенсионные фонды к долгосрочным вложениям, ввести систему гарантирования долгосрочных сбережений и улучшить инструменты для долгих вкладов физических лиц. Вот такие вот как бы линии, да, траектории мы видим. Ждем, конечно, в этом контексте новый ИИС, потому что я думаю, что он где-то, наверное, не за горами. Уже очень давно его прорабатывают, которые иногда называют пенсионным ИИС. Ну и также говорилось сегодня про развитие корпоративных пенсионных программ. И, возможно, когда-то появится такая функция, как софинансирование пенсии компаниями. Кто знает, но это не точно. Опять же, здесь пока один сплошной туман. Но, тем не менее, интересно. Ну что, давайте пойдем дальше. Из глобальных новостей у нас много еще чего есть по России, но я хочу все-таки проговорить вот эту международную новость. Да, помимо того, что умерла королева Великобритании в возрасте 96 лет, что, конечно, является печальным и знаковым событием, в Европе сегодня было еще одно тоже знаковое событие. ЕЦБ второй раз в истории повысил ставку на 75 базисных пунктов. Ставка по кредитам повышена до 1,25, ставка по депозитам до 0,75. Впервые такое резкое повышение произошло аж в 1999 году. В июле, я напомню, ЕЦБ повысил ставку на 0,5 с нуля. При этом инфляция в еврозоне, понятно, что бьет все рекорды. Именно поэтому ЕЦБ вынужден так жестко действовать. Вот в августе инфляция в еврозоне достигла уровня 9,1%. Это намного-намного выше таргета, который составляет, я напомню, 2%. Это цель ЕЦБ. Но, с другой стороны, мы видим также и то, что вот эти меры по ужесточению ДКП в Европе идут очень сильно позади тех мер, которые принимаются, например, в Соединенных Штатах Америки. Потому что ФРС все-таки быстрее и жестче начала реагировать на инфляцию. Хотя тоже отстает, по сути, от реальной экономики, но тем не менее. Поэтому, в целом, сейчас, конечно, доллар все равно выглядит несколько крепче, чем европейская валюта. Ну и напомню, что на этой неделе у нас курс евро опускался до минимума за 20 лет и находился, собственно говоря, ниже паритета. В общем, все мы понимаем, я думаю, что цены на газ высокие бьют по европейской экономике, стимулируют мощнейшую инфляцию, с которой ЕЦБ и пытается бороться вот такими вот жесткими монетарными методами, которые, безусловно, являются негативом для экономического роста. Но выбора, по сути, сейчас у развитых стран нет, потому что инфляция – это бич, который настиг, в общем-то, все страны, которые мы привыкли считать устойчивыми с точки зрения экономики. Я не говорю, что они устойчивость потеряли, но я говорю о том, что действительно, объективно, сейчас ситуация в этом плане сложная, и Центробанки пытаются как-то с ней справиться. Сегодня вернемся в Россию. Проходил Московский финансовый форум, на котором было сделано много громких экономических заявлений. В частности, там был глава СПБ биржи Роман Горюнов, и он в очередной раз пообещал инвесторам выплатить дивиденды по заблокированным акциям и сказал, что это может произойти уже в октябре. Роман Горюнов сказал, что есть там технические проблемы, которые нам надо решить. До этого я напомню, что в качестве месяца X называли август, но что-то пошло не так. Ну и также Роман Горюнов сообщил, что СПБ биржа сейчас работает над выходом на рынок 10 юрисдикций, и на многих из них существуют различные локальные ограничения, что затрудняет процесс, но тем не менее работа ведется. И это, безусловно, хорошая новость для СПБ биржи, что работа, по крайней мере, ведется, потому что недавнее решение ЦБ ограничить покупку недружественных иностранных ценных бумаг для никвалов, это, конечно, мощнейший удар по СПБ, и компания пытается искать какие-то другие выходы. Ну и, кстати, вот в этом разрезе интересна статистика от Банка России о том, что в августе больше половины бумаг, купленных физлицами иностранных, были бумаги, угадайте, какие? Правильно, это были бумаги китайские. И понятно, что, конечно, в ситуации, когда, в общем-то, покупать нечего, люди с горя покупают Гонконг, надеясь, что это как-то снизит их риски. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки, все-таки в Гонконге тоже довольно на данный момент неустойчивая инфраструктура хранения активов. Я так понимаю, что над этим тоже ведется работа, судя по высказываниям ЦБ, но просто тоже держите, пожалуйста, это в голове, когда вы что-то будете покупать. Ну и, по крайней мере, не забывайте про диверсификацию. И, в общем-то, это такой общий тренд какой-то вот юанизации, кажется, российских инвестиций, потому что вы видите, что вот как бы и гонконгские бумаги люди хотят покупать, и юани люди готовы покупать, и компании облигаций в юанях размещают, и вклады в юанях начали появляться, и даже кредиты в юанях начинают выдавать. Ну, в общем, ищем альтернативу западным акциям, как можем. Но вы только, пожалуйста, не забывайте, что китайский рынок во всех его проявлениях тоже достаточно специфичен, и уж совсем нельзя сказать, что 100% устойчив. Ну и напоследок, вот на том же московском финансовом форуме было сделано буквально-таки сенсационное заявление от Эльвира Сахипзадовны о том, что ЦБ планирует создать фонд компенсации потерь инвесторов из-за заморозки активов. Это было достаточно внезапно, потому что вот буквально на последнем митапе с ЦБ, вот если вы смотрели, я задавала вопрос, не планируется ли создать некий фонд страхования инвесторов, на что Михаил Мамута ответил, что в ближайших планах такого нет. Я, конечно, не говорю на то, что после моего вопроса вдруг ЦБ решил это сделать, но просто интересно, что все-таки на самом деле это такая работа, судя по всему, предполагается. И что нам сказала Эльвира Сахипзадовна? Она подчеркнула, что проблемы замороженных активов серьезные, ЦБ их видит, понимает, эта заморозка подрывает доверие к инвестициям. Это невыгодно, ну это я своими словами пересказываю, это невыгодно государству, потому что государству сейчас нужно, чтобы люди работали на фондовом рынке, нужна вот та самая ликвидность. И цитата, говорит Эльвира Набиулина, мы сейчас обсуждаем идею создания такого фонда компенсации, возможно, на базе АСВ, чтобы доходами со средств, которые мы со своей стороны заморозили у нерезидентов, можно было компенсировать, например, для массовых инвесторов эту часть. Ну то есть, если немножечко упрощать, то санкции спровоцировали заморозку активов с обеих сторон, Россия тоже, соответственно, часть активов иностранцев у себя заморозила, по ним копится какая-то прибыль, дивиденды, купоны и так далее. И, судя по всему, вот это и могли бы направить на выплаты пострадавшим частным инвесторам. Какие это суммы, я, честно говоря, не представляю. Где-то вот я встречала цифру, по-моему, это были данные самого ЦБ, о том, что на 500 миллиардов долларов были проведены заморозки. Но я не знаю, какие конкретно, честно говоря, активы здесь имеются в виду. Я думаю, что это не только фондовый рынок. А уж какая с него, вот с этих активов замороженных доходности, подавно непонятно. Но, в общем-то, идея, с одной стороны, наверное, позитивная для частного инвестора, который может там хоть что-то получить. С другой стороны, она мне как-то, знаете, чем мне нравится? Тем, что складывается ощущение, что вот уже нет надежды на какое-то цивилизованное разрешение вот этого вопроса с блокировками. То есть, все-таки, хотелось бы верить, что обе стороны как-то друг друга услышат и проведут какой-то там взаиморасчет по заблокированным активам, там, невзирая на разность позиций по текущей ситуации. Но, кажется, что вот, собственно, не планируется это делать. Вы помните новости о том, что и европейские депозитарии там тоже прилично заработали на замороженных активах россиян. Но, честно говоря, вот что происходит с этой прибылью, я не знаю. Мне кажется, что все-таки она на данный момент еще не тратится. Если Россия здесь сделает вот такой вот первый шаг, ну вот немножечко как-то беспокойно, да, не означает ли это, что, ну, как-то вот, мы лишаемся надежды на какие-то позитивные разблокировки. Не знаю. Надеюсь, что не означает. Надеюсь, что это только какие-то мои вольные домыслы. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта «Инвест в Юче». Будьте осторожны, берегите себя и свои деньги, следите за новостями. Сегодня было много таких ярких заявлений, очень мало определенностей, но будем ждать уточнения и конкретики вот по всем тем пунктам, которые мы сегодня затронули. Продолжение следует...